Ребят, всем привет! Меня зовут Игорь Нестеренко, я графический дизайнер с опытом работы 100 лет. В этом видео, во второй части, хочу показать, как непосредственно я создавал логотип для компании Funbox, для их направления Funcock. Ребята занимаются производством пластиковых контейнеров, и они сейчас развивают новое направление, контейнеры для кухни, то есть для продуктов питания. В первой части я показывал, как я собирал информацию, проводил аналитику их бизнеса, их конкурентов, вообще в целом рынка. Даже мы поехали в магазин надо-маркет у нас в Сургуте, и я хотел, ну для того, чтобы посмотреть, как выглядит подобная продукция, вот эти пластиковые контейнеры на полках в магазине, как выглядит их брендинг, как выглядят логотипы на наклейках. Вот, это можно все посмотреть в первом ролике, в предыдущем видео. Итак, у ребят есть вот такой логотип Funbox, и мне была поставлена задача сделать логотип Funcock, чтобы была какая-то некая преемственность к этому логотипу, но чтобы был другой знак, возможно другой шрифт, другая цвета палитра. Итак, я начал подбирать какие-то шрифты, то есть вот мне понравился вот такой вот шрифт, такой немного винтажный, как будто бы это Америка 60-х годов. Вот, единственное, что я захотел сделать концы закругленными, чтобы сохранилась вот эта преемственность, потому что у Funbox Shift Round, да, закругленные вот этими концами букв. Вот, единственное, что здесь я начал играть вот с этими элементами, то есть вот через несколько итераций я пришел к такому варианту, где рифмуется вот этот вот элемент. Сразу я создал вот такую наклейку, то есть по образцу, как у них была, чтобы я смотрел, как логотип выглядит непосредственно в макете. То есть я всегда сразу делаю какие-то макеты, шаблоны, да, чтобы я не в вакууме на белом фоне смотрел, как выглядит логотип, а непосредственно, как он будет потом работать в жизни. Какие-то вот такие варианты были. Ну, то есть я это все смотрел, вот как на разных фонах смотрится. Ну, что-то тут такое банальное было. То есть был какой-то вариант с поваром, немножко с другой цветовой палитрой. Ну, цветовая палитра, как вы уже, наверное, поняли, да, она нас отсылает к каким-то фруктам, овощам, зелени, то есть что-то сочное, яркое, съедобное, вызывающее аппетит, вызывающее хорошие такие эмоции. То есть здесь вот какой-то у меня такой вариант был с графикой, вот с всякими бананами, арбузами, киви. Смотрел, как логотип смотрится вот в таком блоке, да, с какими-то иконками, с адресным блоком, штрих-кодом, непосредственно вот с какой-то графикой. И сделал сразу для себя сам небольшую какую-то визуализацию, как это будет выглядеть непосредственно на контейнере. Так, здесь у меня был такой большой, большая гипотеза с поваром, то есть я его рисовал тут в разных каких-то вариантах по стилистике, какой-то линейный вот такой вот вариант. Потом я что-то ушел в какую-то уже векторную иллюстрацию практически, повар-жонглер у меня такой получился. Здесь немножко я его упростил, как какой-то логотип некий, как KFC что ли, да, что-то такое. То есть ставил его с разными шрифтами. Здесь у меня тоже какие-то были варианты по логотипам. Не по логотипам, а по шрифтам. То есть в любом случае шрифт, если я использую какой-то готовый, да, не рисую буквы сам, там, это либо леттеринг будет, либо, ну там, не знаю, просто какие-то буквы, да, там, порисовать самому. То всегда на основе шрифта буквы в итоге будут пилиться вручную, то есть переводится в вектор и все какие-то моменты, да, там, какие-то неровности, шероховатости. Особенно вот такие леттеринговые шрифты, я их называю, да. То есть будет что-то у нас все равно потом равняться. То есть если это... Если это шрифт, да, то все равно где-то я захочу какие-то вещи подравнять. То есть я никогда не беру просто шрифт и ставлю его в логотип. То есть если я так делаю, я потом все это делаю, пилю вручную. Так, ну вот какие-то вот, в общем, такие. Здесь я нарисовал такие некие какие-то стикеры, как вот знаете, на всяких мандаринах, бананах делаются, ну, клеятся. Вот тоже подумал, что возможно это будет использоваться потом в фирменной вообще графике в идентике. Так, и здесь у меня вот такой же более-менее чистовой вариант. Вот с этим поваром, вот такая какая-то гипотеза у меня такой вариант. То есть что-то в одну строчку я тут пробовал, там в две, там в виде какого-то бейджика, эмблемы. Смотрел, как это смотрится на наклейках. Сам себе, в общем, я всегда все эти варианты показываю и смотрю, что лучше, что хуже, что может пойти, да, в финал какой-то, в сам уже непосредственно. А что, как бы, я отметаю на этих стадиях. Так, ну, в общем, все это я делал-делал и все-таки понял, что я что-то немножко не в ту степь пошел. И все-таки мне нужно сделать преемственный вариант вот к этому, как бы, к их логотипу существующему. И я не стал что-то долго выдумывать. Взял шрифт, который они мне выслали, ну, то есть который используется у них в логотипе. И набрал им фанкок, и долго тоже тут, это я уже такой чистовой вариант показывал, вам рабочего своего файла. То есть все было, конечно, не так, дизайнеры меня поймут. Все, тут хаос был полный, то есть, ну, только дизайнер сам разберется, что здесь у него происходит. Вот, и я сделал вот из таких вот элементов у этого повара, то есть немножко их просто в более простые шейты перевел. Ну, то есть у меня получились по факту какие-то просто круги и овалы. Вот, долго я искал тут позицию между, ну, как бы, вот эту композицию, да, непосредственно в знаке. И у меня получился вот такой знак, это такие некие фрукты, овощи, кусок мяса, да, там некие продукты, которые вот в какой-то динамике, как будто бы они подкинуты, знаете, вот со сковородки. Но дальше презентации вы поймете, о чем я говорю. То есть все-таки я решил вот на таком варианте остановиться, вот с такой цветовой палитрой. Так, и хочу показать вам презентацию, как я показывал этот проект заказчику. То есть это такая небольшая PDF-ка, там, с девяти страничек. Главная идентика для компании FUNCOG. Основная концепция. Сразу показываю логотип и в двух словах буквально рассказываю, какая идея в нем заключена. И поддерживаю это такой некой иллюстрацией, чтобы, ну, провести сразу аналогию с тем, что показано в знаке. Вот здесь, на этом слайде я говорю о том, что в логотипе сохраняется преемственность. И самое главное, что можно из всего проекта, весь проект как бы развить в дальнейшем, да, и для всех линеек сделать отдельный логотип, где будет меняться цветовая палитра и знак. То есть, ну, сохраняться будет шрифтовая часть. И показываю небольшую визуализацию на фартуке. Здесь я показываю, как работает фирменная графика, то есть, которая дополняет логотип. Да, это либо вот этот вот персонаж, вот этот вот повар, да, жонглер, либо это просто такой некий паттерн, собранный вот из этих вот шейпов, как в логотипе. И визуализация на контейнерах. Здесь я показываю, какой я подобрал шрифт. Кстати, это тоже был отдельный такой момент, который я как-то вот сейчас упустил немножко из вида. То есть, тоже я долго подбирал шрифты. То есть, мне хотелось более такой броский, более жирный шрифт подобрать, нежели который в логотипе используется для акциденции, то есть, для заголовков, для каких-то текстов, да, рекламных, каких-то слоганов. Вот, и мне понравился вот этот шрифт. Джанна Гул. Не знаю, правильно произношу или нет. И я его тоже показываю в такой некой небольшой презентации, как он смотрится в разных цветах, на плашках, да, как из него можно собрать какие-то некие бейджики, какие-то некие стикеры, которые можно потом использовать. Или клеймы их еще называют. Вот, недавно, кстати, узнал, что такие штуки называются клеймы. От английского claim заявлять. То есть, слово claimo, вот, видимо, как бы произошло от этого слова. Вот, и собираю такой некий макет. То есть, я прям вот заморачиваюсь, чтобы... Ну, я не просто вот на белом фоне показал, там, как АБВГД, да, смотрится. А как, чтобы это вкусно все выглядело. Как будет смотреться потом макет. Вот, предположим, это будет сториз, да, какая-то рекламная кампания будет запускаться. То есть, чтобы это все было максимально приближено к реальности. То есть, это залог того, что вы, ну, проект, он как бы продастся, да. То есть, вы его продадите. Это когда вы будете показывать на реальных макетах. И эти макеты будете делать вкусно. Будете их прорабатывать. Будете реально думать о том, как, ну, действительно, как он будет по-настоящему выглядеть. Да, этот какой-то рекламный постер. Или какой-то рекламный лайтбокс. Или та же самая визитка. То есть, это условные макеты. Но в них вложена тоже какая-то энергия, да. Определенная там часть души, да. Чтобы они были как-то симпатично, вкусно выглядели. И, ну, мы здесь показываем всего лишь, как выглядит логотип. И работают там элементы фирменной графики. То есть, здесь вот на левом вот этом лайтбоксе я показываю, как выглядит логотип. Как он может использоваться на цветном фоне. То есть, тоже под него подкладывается подложка. Такая в виде какого-то белого овала. Так, а здесь вот тоже непосредственно какой-то постматериал, да. То есть, это такие некие макеты, да. Которые помогают там продавать товар непосредственно в магазине, там, на полке, да. Речь может о какой-то скидке идти или о чем-то другом, да. Здесь, ну, просто какой-то корпоративный постер. Который можно сделать там серию, например, и повесить у себя там в офисе, например. Ну, то есть, тоже будет делать бренд сильнее, да, когда будут приходить заказчики. Или в магазине оформить, да, точку, например. Ну, или еще что-то сделать. То есть, я показываю, как графика смотрится вот на постере. И, в принципе, это все. Я здесь показал на последнем слайде дополнительные варианты, которые были в процессе созданы, да. Просто я их на чистовик тут так оформил. То есть, тем самым я просто показываю, во-первых, и варианты, да. Может быть, что-то другое понравится заказчику, да. У него свое видение будет. Ну, и, в принципе, показать, что действительно работа проделана была. Хотя, это не обязательно. Логотип может появиться сразу первым. Ну, вот в данном проекте он, как бы, у меня появился все-таки через итерации, через какие-то размышления. Что, вначале я ушел немножко не туда, а потом, как бы, вернулся и посмотрел еще раз задачу внимательно, да. И все-таки сделал то, что нужно. Сразу скажу, что этот проект согласовали с первого раза. Единственное, попросили там немножко с цветом поиграть. Вот с этими цветами, да, с палитрой. Мы сделали такие три варианта. Так, сейчас я быстренько покажу. Вот это у меня папка такая рабочая. Варианты фанкуб по цветам. То есть, такой вариант был, такой и такой. Ну, точнее, два новых варианта. Один, как бы, первый был. Вот было, да, первый вариант, второй вариант. Мне само, если честно, в этих вариантах понравился вот вариант, который посередине. То есть, интересные такие цвета. Вот немножко они более сложнее еще стали. Более такие продуктовые. Ну, в плане продуктов не UI, UX дизайна, а продуктов, которые мы кушаем, да. Но, тем не менее, заказчик все-таки остановился на самом первом варианте. Ну, окей, хозяин барин. То есть, все мои материалы, файлы я подготовил и отправил. То есть, по факту получилось так, что проект согласовали с первого раза. Но я был в нем уверен. То есть, я был уверен в том, что этот вариант, он тот, который, во-первых, поставленной задачи соответствует. И, во-вторых, ну, просто он хорош, как бы. То есть, он реально имеет право на существование. Он может развиваться. Фирменная графика работает, как надо, как айдентика. И, ну, все. Он полностью своей функции, как бы, выполняет. Поэтому вариант зашел сразу. И, как бы, все согласовано. Насчет того, сколько этот проект стоил, я, к сожалению, говорить не могу. Есть определенные договоренности с заказчиком по поводу неразглашения цен, да, на этот проект. Но могу сказать, что вот у нас на сайте заголовок такой есть. Создаем визуальный стиль для малого и среднего бизнеса от 35 тысяч рублей. То есть, в эту сумму входит разработка логотипа и цитовой палитры. Это самый такой минимальный набор, с которым можно, в принципе, начинать стартап или делать там ребрендинг для существующего бизнеса. Можно посмотреть работы. Вот здесь вот logo identity. Очень много примеров наших всяких работ. Вот по логотипу, по фирменной графике, ну, по идентике. Вот мы упаковывали разные бизнесы. От ресторанного бизнеса до, там, проката автомобилей. FMCG какие-то мы упаковки делали. YouTube каналы оформляли. Короче, посмотрите. Зайдете, ссылку я оставлю в описании. Можно проконсультироваться абсолютно бесплатно. Оставить либо заявку, либо просто позвонить на номер, который указан внизу сайта. Вот здесь вот. Можно проконсультироваться. Повторюсь, абсолютно бесплатно. Просто расскажите, чем вы занимаетесь, какой у вас бизнес. Как вы думаете, что вам необходимо. То есть, я вам просто выскажу свое мнение о том, какие дизайн продукты вам помогут для вашего бизнеса. Надеюсь, вам было интересно. Я планирую другие проекты также делать обзоры у себя на YouTube канале. И думаю, что через 2-3 недели уже выйдет новое видео с обзором нового проекта. Скидывайте свои правки в комментарии. Что было интересно, что не интересно. Хотели бы увидеть какие-то такие новые видео. В принципе, на этом сегодня все. Всем желаю хорошего дня. Всем пока.